...самую часть идет активное рассмотрение этих замечаний и активное оборвание этих замечаний. В целом, можно сказать, что замечания уносят противоречивые характеры, то есть они взаимствуются к другому, что достаточно, как бы я, удивляет этот процесс анализов и ответы на эти замечания. В том числе, часть замечаний говорит о том, что слишком жесткое регулирование в центре города, и необходимо повысить высотные отметки, часть замечаний говорит, что наоборот, скрышка у нас, как бы тут все лайтово, необходимо повысить высотные отметки. Пришли, как бы, также замечания, естественно, по ценным объектам. Ну, такие были. Я не зачитаю, чтобы понимание было о том, какие замечания мы получили. Значит, рассмотреть более жестко регулирование исторического центра с значительным понижением высот в объектах, и так далее у строительства. Спортиваясь, увеличить максимально допустимые высоты объема регулированной застройки, штановить максимально невозможен для него со всякой сборки, для каждой зоны, штановить максимально невозможен для зоны. Это положено царе веке. Значит, кручить прикроем это ограничение, часть неподобия, замокли, разблоки грунта для устройств, санкровенности к конструкции. Максимально очень стремленные генерального плана, рассмотреть этот опыт исторического центра настройки к современной, многоэтажной. Участие действия совершенствовательного транспорта на давно, с частью рекламного разрешения малых архитектурных форум, зарегламентировать территорию вдоль правого берега реки Дон. Ну, это так, в целом я уже говорю, то есть, они реально, как бы, одни исключают другие, но в то же время есть и какие-то новые замечания, которые там не достоят. Значит, в части целых объектов историко-гостроительный срежет, также противоречивая мнение, то есть, часть планеты считают, что необходимо увеличить количество целей, сейчас считают, что их несколько новых, наверное, меньше, или исключить аварийные объекты, ну, и есть активные предложения, как уточнить, как десадия, из-за положения цели по объекту. Вот, значит, сейчас у нас происходит такой активный анализ, просто тут нужно понимать, что мы действительно находимся в рамках национального договора, и у нас достаточно неловкие сроки исполнены. Вот, поэтому сразу скажу, сейчас мы поставили себе сроки до 19-20 миллиона, и одно сравнение вот этих замечаний, которые, ну, вернее, награлись, да, и внедрение каких-то, ну, там, изменений в порядке. Значит, в то же время у нас выявили эксперты, вот, как на этом были эксперты, значит, то несколько дней там посмотрели, еще раз, что прошли, и, так сказать, еще раз посмотрели уже летний город. Вот эксперты у нас, в идеале таких очень серьезных, знаменитых, то есть не каких-то просто, которые имеют статус эксперта, а это действительно люди с огромным статусом, да, по 30-40 лет, которые сами являются разработчиками, или являясь разработчиками проекта зоны охраны и статистических усилений у него вот таких вот работ, да, то есть которые реально знают, как и что, практики, вот, и их, как бы, мнение, естественно, тоже учитано, поскольку они будут внести, в том числе, ответственность, да, подписывать, да, чтобы по другому экспертизу. Ну, естественно, мы понимаем, что проекты дальше, там, и министерство культурно-большинской федерации, возможно, будет общественное суждение, вернее, возможно, будет не подсадить, возможно, нет, но, тем не менее, министерство будет в осмотре. Значит, давайте сходим из всех этих позиций, как бы, дальше, что хотел бы высказать. Значит, сейчас мы уже часть замечаний осмотрели, приняли работу, значит, это то, что касается и таких замечаний, там, то много архитектурных фондов про общественные остановки, значит, про инфраструкцию, все, и есть, как бы, ну, здравые вещи, да, там, и, в частности, также формулировок еще, уточнение формулировок, и так далее. Все это все уносится в проект, корректируется, обсуждается экспертами. Значит, кроме этого, мы пересмотрели границы зоны охраны, они будут изменены, значит, изначально, то есть, скажем, о чем мы здесь сделали, там, в ходе по нас, все-таки, была критеробка, да, мы максимально старались, ну, уследовать те границы, которые были. Но вот, например, в результате того, что там, там, рабочие экспертные, да, и, как бы, тех замечаний, которые мы получили, мы все-таки решили, да, теперь смотреть, и посмотреть с точки зрения методики зоны права памятник, с точки зрения зоны лучшего, не знаю, воспринять на объект какого-то наследия, поэтому эта граница, ну, претерпевает сейчас изменения, она, так же, практически облачается, не вредит, потому что наследие этой зоны стоят точно не 100% и в то же время, как бы мы добавляем сейчас зоны охраны, на зоны обежней, ну, потому что, как бы, это не достаточно положено в береге, как бы, не включать ее, это не согласен, то есть, ну, это еще раз таксорки, мы видим, что границы зоны права памятник будут изменены, значит, так же мы внесли еще одну зону ДСЗ-1, она будет, значит, это будет зона для исторических городов, я скажу, исторических приятных зону надежной, а вот это, как бы, такие вот серьезные глобальные изменения, которые, ну, вы увидите уже там, в следующей операции проектов, значит, кроме этого, я вам могу точно сказать, что еще раз мы сейчас пересматриваем по каждому кварталу условные регламенты, где зоны, значит, будет больше охраны в зоны и будет изменение, ну, скажем, что вот самим ЗЗ, то есть, как ЗЗ, там, 2, 3, 4, да, то есть, те, которые сейчас 2, 3, 1, они станут 2, 3, 4, то есть, будет изменение в зонах и будет изменение в условных параметрах. Я сейчас не готова сказать, где, в каких кварталах конкретно будет это изменение, потому что это все, по-моему, ведь сейчас еще раз поработали, еще раз там внимательно, в принципе, она рассматривается, вот, но просто могу сказать, что это точно будет. Так, что еще из глобального, значит, о конкурсальных объектов и строительских строительных средств. Значит, в начале у старого проекта было 201 вот такой объект, а сейчас у нас это 657, это выше, чем на 200%, мы повеличили, значит, было рассмотрено в процессе нашего года более 2000, да, значит, мы получили в зонах администрация и заказчик передали ваши замечания и предложения, достаточно такие, большие объемные списки, их было несколько, ну, плюс то, что вы сами смотрели там в городе, да, и считали необходимыми, да, включить его на спецэкционы, ну, это где-то больше 200 виданий, значит, из них вот по калибровке, а сейчас мы пошли вот эту цепь, чтобы писаться им. Ну, естественно, что на этой цепи это вот стоит работа аналитическая, да, или достаточно так прослуженная, потому что знания разные, а принципы, по которым вы их определяли, я сейчас, как бы, тоже их озвучу, да, поскольку я знаю, что есть вопросы к этому, значит, 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 в принципе, были следующие, у нас был еще критерий, по которым мы эти объекты определяли, значит, это период постройки, значит, у нас по мосту историческая настройка это настройки в 1950-х годах, значит, мы этим и руководствовались, по мосту я не веду это по составу, содержание, и наши проекты документации по проекту его направления, значит, и также мы из тех списков, которые нам были предоставлены, мы выбрали, естественно, те объекты, которые находятся за границами проектирования, ну, там что это, мы понимаем, что это невозможно и неправильно, значит, также мы выбрали здания, которые отнесены к выявленным объектам культурного наследия или к объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия, понимая, что они, как бы, другой площадь, и они идут к статусу памятника, да, и парки, мы их цельные не взяли. Значит, и основной, вернее, не основной критерий, но один из таких, вот, фундаментальных критерий, это, значит, выбирали из тех зданий, которые не были искажены, чем объемы построительной партилистикой и от тех пор, и художественной причиной социальной. в том числе при наличии каких-то искажений, да, пристроек, речек, истекления, и так далее, просто у нас тоже достаточно много, таких вот, как внешних исхождений, значит, считая их обратимыми, мы их тоже подременно учитываем. Значит, вот такие оздоровления по 34 критериям у нас в таких списках состоялся. Вот, значит, что еще, наверное, нужно прокомментировать и то, что вы от меня ждете. И это по поводу формировок. Значит, социальные объекты, мы назвали в целом только грандформирующие, а не грандформирующие, да, как это написано в законе, по одной простой причине, что у нас не историческое усиление, а формировка относится к объектам, которые являются предметами исторических усилений. Значит, здесь были у нас соединенные консультации на церковном контроле, кроме всего прочего, у нас есть официальное объяснение позиции министерского культуры, поэтому никаких сомнений в том, что их можно назвать не исторический цель грандформирующих как-то по историческому усилению написано на сне. Любой другой мы можем принять сами, мы ее выбрали, как целый объект истории предоставительной цели. в целом, если вы читали регламенты, тут еще надо прояснить следующее, что если у нас был исторический псевет город Ростов, то естественно не будут располагаться в любой зоне. это тоже есть возъяснение в министерстве культуры, но это только в том случае, если терминология и принцип получения таких объектов идет из исторического усиления. У нас такого нет, юридического практически, то мы имеем право назвать такие объекты, которые мы хотели сохранить для дальнейшего и сделать для них особые режимы, значит, мы их назвали на цели для истории государственной цели. Соответственно, если вы смотрели наше предложение по регламентам, то вы увидите, что для них выделена отдельная глава, отдельные пункты, по которым прописаны требования, как мы их будем сохранять или реконструировать то или что. то они у нас вообще за единополем. Это тоже меня подчеркивали, это не скрывали, чтобы на любой зон, там будет то это значит, принцип он отправится. И этот принцип такой, как бы мы его не назвали, собственно, этот принцип остался. Поэтому я считаю смысл здесь переживать за то, что так мы назвали, не так, ни такого нет. Самое огромное это обратить внимание на то, какие мы даем возможности для сохранения, возможности на реконструкцию. Вот это я бы предложила обсудить. Мне это интересно послушать. Наверное, я тут соглашусь с заказчиком, что с удовольствием и с вниманием готовы послушать и мой коллектив, который сейчас присутствует на этом совещании, готовы послушать любые конструктивные предложения. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что у нас крайне много времени для того, чтобы их обработать и нести, поэтому чем более они будут понятны, тем более быстрее и эффективнее мы сможем их рассмотреть и принять решение. Значит, будут они учитывать характеристики. Все. Что я хотела сказать, я сказала. Спасибо, Анна Вячеславовна. Я думаю, что вопросы будем задавать уже тогда все по заявлению. Я бы хотела сейчас передать слово Александру Владимировичу, он сегодня члену авторской организации этого спорта. спрошу у вас привалительные действия. Слышно? Я радостно слышу, что уже какие-то замечания пленят с пленением. Слышно? Мои замечания проекту творожного строительства, который довольно удобно написал. Первое, по поводу статуса знаний специальных научных людей. И мое последнее со сменой его названия из-за того, что в рекламе внесена возможность их сносов по воинной сестре это выводит из требований обязательного сохранения в 972-ом постановлении, пункт 9b. Там что-то было указано, что реклама для определенной аграрной зоны это сохранение всех исторических центров этой зоны. Поэтому даже если мы сменим название на любое то нужно тогда не прописать, что сохранение этих объектов и воссоздание только в случае утраты, когда я соглашусь с основой смены этого техника. Кроме того, 200 объектов 200 объектов которые были проектом они стояли граница охранной зоны и их взнос был запрещен только восстановление в предыдущем проекте 200 были сохранены в любом случае даже во время быстрее. сейчас если мы текущим проектом мы добавим 400 в сумме 600 но 600 которые можно сносить все аварийном состоянии они у нас все практически так или иначе во время состояния составляли программу возвращаемся к подлинности заменять объектов гипотетически на их копии наводительные я думаю что это не тот который мы должны идти потому что соцсетии на восстановление и реставрацию даже аварийны я думаю решает вопрос политической области охранной исторической области вышел указ предметов на дюре о том что охранное историческое области это стратегическая задача и это не просто приоритет а одна из задач стратегическая которую нужно решать и для этого нужно разными применять и искать возможности не для того чтобы сносить и заменять это новое дело по поводу регламентов и собственно подробно написал мне кажется компромиссный путь который устраивал еще 20 лет назад это мы обсуждали о размещении установленности установить разные регламенты для периметральной застройки и для внутриквартальной застройки в принципе по квартальному можно сделать в том среднее сечение в зависимости от ширины улицы методика это хорошо известно разработчикам грубо говоря совместить два варианта это громкости которые они представляют феврале и март то есть можно подтверждать высоту застройки и внутрикварталь застройку дать возможность строить высшие этажи на зависимости от лучшей видимости это расширит возможности для инвесторов потому что такое многое общение оно вызывает споры очевидно не в согласии как у инвесторов которые хотят развиваться свои инвестпроекты так и у тех кто собственно отстаивает право на масштаб исторической застройки и я к нему я отношусь я считаю что нужно сохранять масштаб историческое департамент давать возможность повышать высоту внутри квартала где это не вредит восприятие объектов за наследие активно хочу заметить следующий момент я слышал к сожалению это в СМИ цитаты цитаты наших представителей департамента о том что варианты предварительные которые представляют проектировщики не учитывают институционные проекты которые велись уже до этого то есть я могу сказать по этому поводу что не нужно путать проект зонограмм в которой цель это сохранность и визуальное восприятие объектов которые наследили на сложившейся территории никакую другую цель у этого проекта нет то есть это вообще совершенно разные проекты которые целью своей ставят совершенно разные цели понимаете то есть и соответственно не методы совершенно разные поэтому сейчас пользующие разработки проекта объединённой зоны охраны то главенствующая приоритетная задача это именно идти от объектов культурного наследия от возможности их сохранить реставрировать реконструировать временно не ограничивать там где это создает проблемы для инвесторов по поводу учёта ранее разработанных проектов зон охраны у нас было разработано в 2006 и 2008 по заказу программе два проекта один одно ское наследие выполняло второе организм с санкт-петербург все не оплачивались бюджетные средства требования 572 восстановления указано что необходимо учить ранее разработанный проект охранных звон год назад мы на встрече просили предоставить проект и я еще раз повторяю просьбу предоставить проект мы написали запросы с количеством архивов найдутся оперативно пожалуйста предоставьте два проекта 2006 2008 потому что они отражают то как развивался подход разработчиков наших здесь и не только к сохранению исторического облика вот а также с удивлением обнаружил что действующая охранная зона вокруг собора Пресвятой Богородицы почему-то превратили в зону застройки то есть действующая охранная и зона регулярной застройки она распространялась видимость доминанта нашей исторической так и других кварталов я вижу что это не учли хотя зона действующая поэтому представители комитета охраны если разработчиков не хватает данных по действующим сейчас в зонах охраны предоставить потому что видимо они не всей информацией обладают как раз делают охранную зону вокруг собора зоны застройки 12 и 18 метров понятно данное просто конкретно по и другим местам где не учитываются абсолютно ранее разработанные действующие зоны так также по терминам я написал в самих регламентах много терминов которые не скреплены и имеют двоя контракту указана возможность ландшафтной вырубки для обеспечения визуального восприятия но это мертворожденный пункт поэтому я попросил конкретизировать методику определения визуального восприятия объектов до наследия что это вполне понятная схема и эти регламенты прописывают все-таки исходя из анкредный портал потому что очевидно этот регламент у меня понятен что для того чтобы объекты до наследия лучше воспринимались но очевидно история большая часть изра не закрывается нашими зелеными спектрами нужно все-таки я к этому раздуманно также много терминов которые касаются многозначных трактуров как запрет контрастных сочетаний цветов максимальной насыщенности все это абсолютно не дает однозначного понимания как этим символом поэтому это документ который будет использоваться постоянно и он должен актуаться однозначно если глобально то хотелось бы чтобы разработчики более бережно отнеслись ранее разработанным объектам зонограмм реальные исходности метров культуры наследия и предложили более гибкий рекламент для для нашего города и в частности тоже важного нет у нас довольно личная часть нашего исторического центра стоит на рельефе никакого упоминания о том как регулировать застройку на рельефе я не нашел на рельефе написал за развлечения о том что ширину или крему корпуса на рельефе стоит регулировать в зависимости от угона чтобы у нас не проявлялись правила державницкого которые формально в СССР но используют те самые моменты правовой неопределенности в частности там фермер прозоры постепенного понижения каждого степени которые юридически создают правовую неопределенность и торгуются застройщиками при озвлечении функциональных фитов все эти моменты нужно однозначно прописать если слов недостаточно которые позволят и архитекторам четко ясно понимать что можно а что нельзя инвесторам четко понимать что там можно и согласуют ли то что они хотят на данном стаде чтобы не было никаких сюрпризов и чтобы не было возможностей для разных условных договоренностей и прокровок ту или иную пользу поэтому я думаю что прозрачность и четкость формулировок она должна быть в этом документе и по поводу прозрачность которые не используют и если есть вероятность их тракторки двузначной этого избежать и дополнить скину думаю что в практике в мои комментарии какие люди и перчат но прошу чтобы представители мой фасад показали графические слайды как раз которые регистрируют то о чем я спасибо большое да да прошу коллеги покажите нам слайды и вы то что сейчас произвезли как видите да конечно по сроку подробно осталось картинная состежка спасибо коллеги прошу да ну что получается я больше честно того что мог бы сказать нет а очень визуально покажу наши основные книги замечания и прочее основная именно фотография на съемках и на прочих летах ну конечно что можно сделать все здорово это собственный общий вид проект и здесь расширение на том что в правый нижний угол там где зеленая зона регулирования это и при желании нам нужно неодержать цель его что он изображает облик и территоризм в зону они входят лингороду в районе дворца там есть сколько я помню 4 новостей цельные 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 с номер 226 в сево нынешнее состояние красная охранная зона где в проекте ООО охраны большая цельная зона около собора можно строить здание в 12 метрах с инопустой до 3,4 этажа правый метр 18 метров это место где наши гендарные гигабары в боях не достают, которые примерно такой же доставочек, насколько я помню, где-то 18-20, да, где-то даже. И это, в свою очередь, на реализация того, что нам нужно нового гигабаря построить. И там внизу, где обаловый генок, и тоже в связи подпишись на этот сублево-саборный, который регулировал с одной на жесткой регулировки сейчас на 20-го районной зоне Абраджи, чтобы он сам вот смотрел на ближайшие полосы, с хорошим полосы, и там, представители, можно даже строить, в общем-то, 6-этажные стадии, быстрее 2-3-4-этажных проектов. Есть случаи, там, на Донсклое, 12 метров. В Донсклое, Вильяновске, это можно строить сейчас до 12 метров, но никак не 18 метров. И причина в этом абсолютно эта дистанция. Собственно, да. Причение получается 2 этажа. Если не дальше, то можно пройтись по исчезновениям из современных программных проектов в зонах охраны, охраны и солнечные, которых нет в проекте ООО «Агра». Вот, например, снизу, слева у нас, справа, два варианта, от Марго Горького, это посещение Пушинска и Пелгособорного. В левой части будет такой многоугольник бежевого желатого цвета, это территория ООО «Агра-Россия», которого у нас, по сути, практически нет, она является пустой на улице. И вот в нынешней нормальной зоне отстроить ничего нельзя, а от этого расстояния ООО «Агра», в общем-то, это у нас, по сути, в нашем варианте. Она, по сути, может строить уже до 12 метров рядом с основным дознанием, которого сейчас технически не существует, и с данным островом дознании. В поле этой части Пушинска, я не знаю, что это уже на русском, а там уже не было одного из других канонных свеки, строительного сличного. Нет. Таких примеров. Вот здесь у нас грешеные негативные реальности и фундаменты лучше. Слайды опять. Можете я еще сказать, пожалуйста? Буду несколько хорошо. Это правильно. По оксотности, если в общем править, то в ЛПе зоны, тут очень немного, это как раз такие зоны, регионные составляют 1 на 12 метров, примерно 3-4 этажа. Зеленая зона 18 метров, которая большая часть всего накрывает, и филеоновая зона 24 метра. Между словом и Пушинска, как говорится, он условно на проходе будет забрагивать некоторые районы Солдатской основы. Причем в Солдатской основе это условно Губерновский, Варшиловский, рекордовно большая основа. А на забрагивах, в том числе леса, едет 1,5 и 2,5 этажа этот строй. Хотя по этому проекту там очень просто на 0, это 0,8 и 10. Следующий слайд, пожалуйста. Чтобы было, например, понятно, мы в 2021 году всю улицу Советского первоначала от армии Григорьевича Личина до конца 2 марта изучили. На этом слайде видно высотные по карнизу абсолютно всем здания, например, в стоях и современных, и дореволюционных советского времени. И средняя высота всех зданий карнизов, учитывая многоэтажные дома, там было около 10,5 метров на многоэтажный домовой кучет. Но с тобой 9 лет и ведающего метра 2 строительство будет под крышку. Т.е. условно где-то в 12-13 со последнем и его ограбывательца предлагает настроить до 18 метров такую зону разместить, собственно, которая большая часть мягчевания ее статистического транспоречивательства, которое велико анечественное в этом ближайшее изменение 30-20 лет, следствие без строительства. В сути, у каждого количества действительно может удалить. Следующий слайд, пожалуйста. Это славыцкая свобода. Чем более голубого, чем более светлый и меньше этажа, самое светлое одноэтажное знание, чем в ней больше. Тут довольно условно, потому что нам измолить все знания в славыцкой свободе, измерить по высоте, мы примерно смотрели соседи, потому что мы знали. Внутри тоже может быть, например, есть центрального рынка чуть ниже или чуть далее, есть порталы, где в основном двухэтажные знания идут. Это наши университеты университетов. Нам сейчас предполагается университетов 20 метров. Университетов больше, чем университетов. При этом есть порталы, где наоборот можно повышать. Следующий слайд это то, что на новом зонах по локальным зонам университетов относительно того, что сейчас относительно того, что понравится проектов ООА. Это лучше, чем будет 90 зон. 30 зон. 30 зон. 10 зон. 10 10 зон. 10 зон. зон. 10 зон. Улица 20 зон. Следующий человек. Тут чуть более понятно, как эти зоны низкой сейчас экрана не будут. Вот справа внизу фотография улицы Тушинска, вот ее по Семашке. Справа УП, в этом направлении, где будет в Новоселье, это дом Рома. Он на руке, а справа его четвергодажное здание. Там сейчас современная ЦРЗ стоит до 18 метров. Слева у него лучшая ПНП, а максимальная вставка была 12,3 метра, по правительству с тех, с тех, с тех, с тех. Коллеги, для меня важный момент в том, что, когда мы разрабатывали наклейку условного права, мы старались сохранить масштаб эстетической заспорки. Соответственно, для того, чтобы не появится с домом Галаба объект, который его задавит, будет установлен именно регламент, который не превышает его крайность. И справа, в случае сноса этого здания современной застройки, чтобы не появилось здание кроминальной застройки, то есть выше, чем одна третья, от высоты гранита, от высоты гранита дома Галаба. Соответственно, подход бережный к малокрасной исторической застройке, для качества. Особенно отель Кушкинского. Он должен присутствовать. Иначе получается, что сейчас вся Кушкинская практически она в зоне 24 метра. То есть полностью крышечкой 24 метра мы охраняем все парка. Иначе считаю, что это группа открытой. И нужно, наверное, ориентировать, дать возможность сохранять масштаб эстетической заспорки. Соответственно, есть какое-то право. В основном, если мы нашим построить оборудование. Следую очередь, пожалуйста. И вот, честно, с этой историей. Это для версии проекта модно-эстонографных, которые мы видели проект от свежего рода. Мы видели такую метку, где ее друзья нам предоставили. И самое главное, что для этого не было, что высокойся, скорее, большего варианта, потому что это будет зарежено сейчас. Она была примерно до 3-6 лучших, чем большего варианта в ближнем проекте. Собственно, самая максимальная высота, которую полагалось строить по большей части центра, была 18 мм. На этой части этажей сядут и челами практически, кроме 3 участков, было накрыто в зону, около 12 мм. И, в общем-то, часть солдатского района, Новоскослодатского района, и светильного района, как говорили, это довольно хорошее множество для тех районов, которые сейчас существуют. Следующий вопрос. Всю эту сумму было изъявлено неохторноческое значение у Александра и Бабрея Шпанец, но, в общем-то, и все эти два участка. И в тех же отношениях, аохторноческие, не только для того, чтобы мы это приехали, насколько я правильно понимаю, просто и было сказано о том, что объекты нужно назвать не инциктуровый, инциктура центры вырующей арены, а назвать объекты Рома, из-за того, что так будет дольше возможности для перестойки, что главная самая цель будет поехать на фасад. Там пыталась даже или когда справить, или пол, или справить, за центровой арене на фасад, которые вы на руле, то, например, когда проекты ОМАКРАФТ, таких слов про него не имеется, но тем не менее, создали проекты, когда решили судьи. В общем-то, решали огромную часть цены, так вот, все начинают делать. И вот, для примера, то, что не ушло, мы не увидели, не рассмотрели, поэтому, о-о-о-о, это садовая инциктная, это здание 1520-го, он находится на котором даже, наверное, мы не надеемся. В общем, когда предположительно стоит что здание садовое, то, что науку стоит, мы вряд ли сможем на них точно уточнить. Это агнезицизм, это процессовый проект для начала Евгодского года, когда где-то до 1850-х, 60-х годов что у нас появляется, мы не знаем, и это, в основном, и их особо неожиданное субболение семьи учителя. Собственно, здание довольно ценно, да, конечно, внешне и статически можно это сделать, это как распространство от этого, но в проекте это никак не охраняет цены, и на его месте можно 8 этажей поставить. Собственно, их здание по тысячам, и предложение, которое, я думаю, Александр Муну не просто надежит, это то, что по-хорошему можно завтра выяснить, здесь находиться и изучать здание, как там находиться. Собственно, у нас еще была ссылка на ярко-казистики с домами, которые были отвергнут, правда, рабочими первоначальными. нам в этом списке и дома очень, как бы, действительно, не стоит заправить, во всякие навыки, либо, скажем, исторические, но список, ну, смотри, для некоторых наши, это не проблема, не собственная проблема. Следующий знак, она на фотографии. В списке почему-то здание, плавлено на 30-4, автографировано, как то, что вы видите, сделали справа на экране, но нигде не требовали, ни в списках исключенных, ни в списках, в общем-то, специальных денег, так как это были проекты у Аброкласов. Это тоже неплохо позитивно, это тоже плохой проект, и чтобы вы, примерно, понимали, за временем, когда эти здания стоят, были самые богатые плутцов, самые богатые жители Ростова, ну, там, более того, это сейчас одни старейшие здания в городе Скорякс, то есть, эти здания, где у нас стоят, вообще, есть в городе Скорякс, это 1890, 1900, и 1990, и вот здание той эпохи остается буквально 250, и все. Девчонок просто. И, собственно, в том же списке, на европейский график, почему-то, например, не признано ценным застройкой эпохи первых интеллекта в районе Каянии и Первых Гленов, где максимально сохранятся исторические рекламы на самом 30-х годов. Но, в принципе, эти игры добрые, в архитектуре и идеальные сказываются домом, почему они хороши, почему они важны. Но, тем не менее, в лошади зданиях не доставлено образовывается даже статусно цен проект для веков, но следитя от него цен. Здесь намного других зданий еще есть. Например, в архитектуре не нужно сохранить дом, где учился пропустим. это легче, в архитектуре живет он в современном году в 2006 году. Или здание прошло за осень, в первых гибетах, в этом время строят в архитектуре в архитектуре было понятно, почему это очень важно. Это наше здание еще до 1921 года. Это список по наиболее крупным городам в России. Правая часть список виден первым, в городе школы и так далее. Это список составляли из жилых городов. в этом поручилы подсчитывали по каждому городу сколько силов. И вот на правой части мы не добрались. Тем захорошим на месте. Может спокойно от 100 до 300 до 400 чтобы было понятно сколько нас родилось. и в местопорослов первые только не на всю Россию. больше тысячи городов у нас современно существуют. и в местопорослов и так далее. И при этом расстроены на одном моменте и в общем-то меньше чем другие города ходят могут и сам где в принципе строят или очень лучше. И если вы считаете то что это что в лесу коллеги изучили слово от лесов и мы нашли довольно много и те фотографии которые мы видим в те 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 Мы начинаем распускные знания. То есть, чтобы вы понимали, мы возникаемся на реальный парк. Это не наши какие-то прогнозы. Особенно все. Без этого комментария можно уловитись. Честно. В общем, на их комментарии заводят нас в очень неправильный также тонн рассуждений. Потому что будешь и так же можем назвать сейчас ошибки, которые нам пишут в комментариях. Поэтому давайте мы не об этом, а о том, как и что в правовом находясь в поле можно исправить. Пожалуйста, коллеги зачепали весь возможный вид. Я уже передаю слово Юрию Ивановичу, главному архитектору. Пожалуйста, конспективно, коротко и перейдем к обсуждению. Вопросы, я думаю, есть немного. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам, что я предоставлю. Я предоставлю самую свободную возможность. У нас готовился изучить те улучшения, которые мы начали в этом проекте. Мы решили. Но изучила подготовная сессия, которую изучила Вячеславна Вячеславна. Благодарю и правильной аргументации. Они уже не обозначили. Разлучили все изучения, которые нам предоставлены. Это не два-три стороны общего. А в частных предложениях, в частных предложениях, неподуманных. Наверное, все-таки я хотел бы отметить, это же мастерство. Поскольку мы рассматриваем все-таки по формальному документацию, без опыта понимания, что проектирование строится из сбора исходных данных и анализа, подготовки мотивации для принятия комиссионных режимов. При рассмотрении проекта я увидел сбор исходных данных и принятые решения. А вот анализы, анализы как какого-то и мотивации по ней решения, я бы не обнаружил. То есть принципиально принципиального не могу сказать «хороший проект или плохой», потому что я не понимаю, в чем он основан. Я думаю, что по тем горячим моментам, который озвучил в том, что сейчас написано, граница исторического до границы обменной охранной зоны и высотные охарактеристики по зонам, у вас есть возможность пройти анализ высотных охарактеристий, и у вас есть временные показатели по обменным последствиям. Конкретно в проекте «Обменная зона охраны» 2019 года, который разрабатывал государственное наследие, представлены развертки по улице Большой Садовой и улице Пушкинская. Ну, в принципе, это, наверное, начало работы, которую нужно доделать. Ну, надо определить еще ряд характерных для застройки улиц, проэморизировать их высотные охарактеристики, также, в принципе, отразить, отразить и отстать в проектном решении мотивацию. Но это, на мой взгляд, исключит недопонимание с нашей стороны того и увидеть же количество тех вопросов и несогласий, которые в процессе обсуждения были переданы вам. Ну, в принципе, скажем, наверное, это единственное предложение. Я не отвечу на вопрос Александра Владимировича по передаче правоматериала, который был отравленным по аккаунам, относящимся к временному периоду начала 2000-х. Ну, к сожалению, его восприятие департамента и документы отсутствуют. Каким причинам, мы вряд ли не сходим, потому что за это время сменилось ни одно аккаунтное сотрудничество. Вот, поскольку они не были утверждены, наверное, это основная причина, в том, чтобы не сохранить. Возможно, возможно, сколько они были отработаны, и все-таки, когда именно этот проект были реализованы, или не реализованы, а не были места, ну, может быть, по основанию министерства и культуры, кто увидел, кто увидел, кто увидел назад, а ответшие вопросы именно на этой ситуации отвечал. Ну, у меня опросы сразу как-то представителям комитета сформировали. У меня есть у ведомства запрос, сформировали, потому что проект 2008 года, а 2006 года мне представили все, что он существует, говорит, как и сейчас у нас. Мы непонятные проекты не получаем и не рассматриваем. Какие еще? Непонятные. Смысл же вам, сейчас я объясню. Значит, что хранится и что попадает нам в основные. Если работы по проекту завершены, и он отправлен на согласование, вот тогда у нас и прошел согласование для замечаний, мы его согласовываем и один экземпляр или два экземпляра, если необходимо, отдаем. И он, кто обращался, а один экземпляр всегда дежурный оставляет у Шармархиев. Да. Точно так же это делается и в Министерской культуре, и в других учреждениях. Непонятные. этот документ разработан не пришел и не был согласован в Министерстве Культуры, а на тот момент он не мог быть согласован в Министерстве культуры, потому что у Министерства культуры ни было соответствующего отдела, соответственно тут cotного документа нет, ни у Министерства культуры, ни у хранитетной правкой, за겠�ной Стоп! Мы говорим сейчас про органисты. Насколько наследия не предназначено было нарушено. Вот, 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 сейчас, секунду. Тот проект, который был разработан, «Наследие», вот последний, позавтра, что будет. Вот он есть, его мы можем вам показать. Нет, не про 2019 год. А про 2008, разработали «Наследие», которое у вас в архееве есть. «Наследие», у нас представители есть, давайте с курсом. То есть, вы произвели поиски и не нашли, правильно? Просто они не разрабатывали. Во-первых, мы не разрабатывали документацию, или какая-то документация, разрабатывалась ухманистика. Единственное, можно наградить у нас в институте. То есть, два проекта было 2006 и 2008. Один год. В 2006, вообще нет. Мы нашли. Даже у статейшин, работающих в организации, мы не узнали такой информации. В 2008 году услышали, что разрабатывался какой-то раз сделан, но отправил все это. Это все, что удалось сделать. Хорошо. Если я найду эти архивы, вы сможете быть последней в передаче «Знахкового окрафа». То есть, я в основном сейчас речь идет. Если вы найдете эти архивы, вам вам зачем нужно находиться? Нет. В данном случае я по сотрудничеству. У Сергея Геннадьевича Костинцовна. Он проведен. Там была «Волшеба», там было «Владский». И там были представлены те рекомы, которые хранились в городской архитектуре. в 2008 году. И когда предлагали «Знахкового окрафа» сделать, в 2018-2012 году. Ну, как раз ведь, там они и закрасили, потому что у них не оказалось этого экземпляра. И тогда были принесены те экземпляры, которые были в архиве архитектуры, а они потом были в «Волянской архитектуре», потом был «Владский архитектор». И вот эти переговоры переданы комбинейки Сергея Геннадьевича Костинцова в 2008 году. Так что они были в разработке, у вас в 2018 году. Разобрались только эти годы. Я не буду авторимен, и ничего не пропадать. Ну, я говорю, я был участник этого совещания «Вапшинара Дарьевана» как директор, у вас вы как заместили. Никогда не сказали, мы доропили, но мы не имеем цифра. Мы задавали вопросы за Дарьевану, где они не могли, ничего, не продумать. Не продумать. Ну, у меня нету этих переговоров вот какие-то копии отдельных фрагментов. Это, пожалуйста, мы их показывали на архитектуре. Мы уже 10 раз в городе. Я не учу, куда лебеди, и куда лебеди, и куда лебеди, Там есть предложение простое, но мы договорились. И если где-то у кого-то есть, где эти моды готовы, это предпочтение. В США, 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 в США. Просто в 2018 году уже немного времени прошло. Коллеги, мы выслушали всех, кто хотел выступить. Теперь у нас есть время для коротких предложений и вопросов. Мы сначала предоставляемся, кто будет, и затем говорим, кому угодно действует свое предложение или кто-то. Пожалуйста, вот представьтесь и ваш вопрос. Сергей Дмитриевич, Ростовский областной комитет защиты мира. Еще раз? Ростовский областной комитет защиты мира. Есть такая информация. Может, приятно ваш вопрос? Вопрос в том, что профессионально я являюсь исследователем по управлению инвестиционными правилами с предстателем и сражением. А можно вопрос? Не надо меня останавливать, я не успех закручивать. Значит, из обсуждения мне как специалисты понятно, что речь идет о масштабных ограничениях непромышленного гражданского строительства. В гражданском строительстве инфраструктура занимает небольшое место. В основном, основное место занимает жилье. По поводу жилья в Ростове. Официальные данные. Из произведенного жилья на силу решительных проектов 30%. Это не абсолютный рекорд. А абсолютный рекорд в Ростове 17%. Лучше всего в стране делом в Ростове 10% продают. Поэтому первое, значит, к чему это все идет? У нас начинается серьезный речь в сфере строительства. И очень скоро начнутся такие неприятности, как микрозы, застройщики. А за ними банки пойдут. Почему? Я говорю как финансист, специалист. Потому что обеспечение этого инвестиционного строительства не завершено. Если завершенно завершается и не подойдется, то он остается в залоге. И не надо поддолшать. И это не отличается никогда. Накапливается с одной стороны неликвид, с другой стороны долги. К чему это я? Первое предложение. Принять решение, пока в честь области. А потом подключить технологию. Приостановить массовое строительство жилья в Ростове. Для тех пор, пока построено и не будет продано полностью. Это первое. Второе. Запретить массовое строительство. Вообще запретить многоэтажное строительство. Я имею в виду 10, 20, 30, 40 и так далее. Это жить. В этом нет никакой нужды. Земли у нас предостаточно. Ростовская область 110 в квадратных километрах. На украшенной территории Африи. Или пришли к царю вместе взяли. И никакой нужды в том, чтобы шеваться в небо нет. Дальше. Третье предложение. Объявить охранной резоной весь исторический центр у границы на Альмаре. Ростово-на-Дону. Запретить там многое строительство города на деставрации. Только деставрации. Вы, пожалуйста, готовы сообщить. Спасибо. Мы услышали и с большим уважением к Вашим комментариям. Но они не применены в большинстве случаев. Звоня к другому документу за предмет, который у нас взлетает. С того, что Вы сказали, исключительно можно дискутировать на предмет рекламу торгового этапственности. Никакого «за» при этом в рамках документа и так далее произведено не может. Какого-то другого не было. Одно и безразвлечения. Дискутируйте. Пожалуйста. Можно услышать каждого. Значит, одно и безразвлечения. Последнее. Когда строитель не беспокоится о том, что он строит, тогда, когда он не собирается там жить. Я не понимаю, почему не ростовская организация занимается... Это тоже безвестное отношение, извините, к сегодняшнему нашему разговору. Пожалуйста. Кусущих. Ну, я очень прошу. Да. Артем... Можно? Артемий Зайцев, в логе «Арбонистик Росковного». Я свои замечания и предложения отправил автора. И вам, Светлана Александровна, хочу напомнить. Во-первых, у них есть опорный план. Они нарисовали карту города и на карте города отметили. Это конец 19-го, начало 20-го века. Это середина 20-го. Это конец 20-го. Это 21-го. Где середина 19-го века? Просто не отмечены такие дома. Они есть. Ну, как минимум, на центральном рынке есть такой дом. Он окей. Ну, в принципе, наверное, еще есть. Я думаю, много. Ребята найдут. Это первое. Это первое. То есть, у них опорный план без старых домов. Допустим, у нас исчезли архивы. Нет архивов. Дом считается 1917-ым. А на самом деле он середина 19-го века. Это маленький зачуханный дом какой-нибудь. Можно в качестве предложения, что вы предлагаете? Пускай авторы в опорный план включат середину 19-го века. В опорный план. В опорный план. И мы тогда посмотрим на опорный план и скажем, а как вы здесь собираетесь строить там 24 метра? Если у нас тут середина 19-го века. Не конец, не начало 20-го, а конкретно середина. Вот ребята привели пример с домом на Садовый. Это же середина 19-го века. Садовая Семашка. Мы должны этот дом беречь. Ну, просто из-за возраста. Ну, я думаю, что может быть пример просто из-за возраста. А как это? Ну, ладно. Ну, это один из критерий. Он сохранный, он старый, он нормальный дом. Еще предложение. А возраст? Это важно. Извините. Давайте там. У нас городу сколько лет? У нас вот нет домов, ну, как бы старых. У нас их мало. Нам говорят, это все конец 19-го века. Мы их не разделяем. Я была дурочкой, просьба. Сделайте нам официально дописки в описании календарии по поводу того, что является основанием для постановки на причем в качестве его исторически ценного объекта. По объекту электронного зрения мы все понимаем, и хотелось бы, что этот объект является исключительно возрастом постройки оснований, чтобы это здание охранить при отсутствии исторической ценности и при отсутствии другого. Мы, поскольку старались, мы получим от них... И второй момент очень важный, я считаю. Я считаю, очень важно в этот документ включить запрет на забивание свай на всей территории охранной зоны. Вообще запрет на забивание свай ударным методом и виброударным методом. Что будет? Мы отменяем защитные зоны вокруг УКН. Мы отменяем зоны, и тогда на этой территории, на месте бывших защитных зон, можно строить что угодно. И мы можем просто вплотную к стене рядом с УКН или вплотную к стене рядом с исторически ценным объектом забить сваю, просто потому что это не запрещено. Суме поясни, что это влияет на фундаменты соседних домов? Естественно, трясутся фундаменты соседних домов, растут трещины, и мы просто потеряем дома. Не из-за того, что мы их не внесли в какой-то список, а из-за того, что мы не запретили забивать сваи. И у меня такая ситуация есть, и она неоднократно была. У них позиция одновременно, пожалуйста, ладно? Ответьте. У них такие пункты, которые запрещают лимберационные воздействия. Нужно просто внимательно почитать. Это очень... Там есть пункт, запрещающий рядом с УКНом это делать. Чтобы... Ну, там, на смежном участке с УКНом. Ну, напишите так, чтобы я нашел. Значит, слушайте, я готовлю сейчас данные. При получивке и разработке проекта документации на новое строение в странах... Я знаю. ...почасти и, в том числе, на Викно-Скорбовскую армию, разворачиваемся в разделе обеспечения сохранности соседних зданий... Вы смеетесь? Уже было много раз. Было. Люди, понимаете, купили двор, двор купили 25 на 25 метров. Красноармейская, 202. И построили 25-ти этажку на маленьком участке в центре двора. И забивали сваи. Соседи бегали-бегали, а им сказали, а мы по проекту делаем, мы не будем останавливаться. И все. Все суды проиграли. Если такие проекты есть, значит, надо сделать так, чтобы запрет стоял как можно четко и понятно. Какие там вибрационные методы? Вы что? Все запретите. Ванна Вячеславовна, просьба подфиксировать это предложение и так формулировать ответ. Если возможно, то внесите такие поправки. Если невозможно, объясните, почему невозможно с точки зрения законодательства и так формулировать ответственность. Прошу. 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 У меня есть другая история. Можно обрезать так, как раз можно сейчас говорить с поводу ценностей и дорогоизоляции. Поскольку, как я понимаю, сейчас, в том, что основных методов нет, значит, подойдемся без критики, ограничився тремя рекомендациями тезов, скажу. Наша первая рекомендация изучать объекты не в дуглях с панорамой, а натурно и визуально осматривать даже, где можно, сфотографировать. Да, то есть вот нам предоставлен святой доступ в 112 фотографии, классована получена в будущем. Мы почему-то считаем цельными, но на основе программы это сделать нельзя. Да, то есть это лучше изучать. Давайте из общих историй. Ваш листер предоставлено. Снова 1455 долларов пройти на камеру и отфотографировать и 19 июня сделать и другую версию. Можно предложить? Да, потому что быстро качественно бывает. Потому что сейчас быстро делается, потом на десятилетия будет заложена проблема. И мы будем вас выводить на десятилетия. Понимаете? Если сделать сейчас мысль или качественно, что это ладно... Это все понятно. Я вам сразу сейчас скажу. В эти сроки силами отрафа эту работу не сделать. А кто даст? Затем это даст. Но сроки определены контрактами. Поэтому если мы с вами хотим в этой ситуации излучиться, нам нужно дать конкретные предложения про конкретные... Вы укажите конкретные команды, которые на ваш взгляд обладают историческое явление в турной цене. Все не должны быть включены. И коллеги вместе с аттестованными экспертами придут к этому мнению. Или не придут. А рекомендация пройти через 2455 домов заново, это не рекомендация. Они вам сейчас не будут сказать. Мы их уже прошли. А вот на этом слайде и то, что мы прошли. На самом деле они не прошли. Нет у нас обязательства, что мы прошли. Есть доказательства, я задал на будущем слайде, что они... Не удовлетворяясь на следующий номер... Мы сейчас... Вот что вы... Честно, я... Вы с вами дискутировали на моей странице ВКонтакте? Это... Бесконечно. Вы мне писали одно и то же. Я вам бесконечно отвечала одно и то же. Если у вас есть примеры домов, которые не нужны в жена, не включены в список ценных, дайте эти адреса и напишите аргументы. Какой исторической архитектурной ценностью это здание, на ваш взгляд, обладает и почему оно должно этот статус иметь? Мы сейчас о чем бесконечно друг другу рассказывать про ошибки. Это ни к чину не приведет. Манериалы не исторические, не визуальные, не исключен просто. То есть те материалы, которые вы научили изучить лабораторию, мне достаточно для применения тех людей, которые делали заключение своих. Потому что вот это дом. Говорили, приготовили... На самом деле, адрес в списке, которые мы представили, в Украине. Павла на 24. Они пришли на Павла на 24. А это два совершенно два раза. Они читали инструментальные и протеян. Много-много раз. Но зачем сейчас новые... Я не знаю, я абсолютно не читал. А, абсолютно не читал. Я расскажу паренью. Из общественников. А граф недостаточно качественный. Изучили список из 10455 домов. И вывод они делают на основе 116 фотографий, которые граф на первом этапе от сбоку этих домов предоставил. Именно так. Именно так. Вот этот вывод того, что 800 с чем-то нам не попали. Правильно. Все это сделано на основе этих статков НРФ. Мы соглашаемся, что это так. Пусть это будет так. Но сейчас никто на эту стадию снова возвращаться не будет. Сейчас возможно только на основе конкретных предложений с документами список вашей. Вот такова, коллега, реальность. Если вы действительно валите за какие-то конкретные дома и территории, предоставьте честь ОТВ. Мы вам можем обратно выполнить движение по работе. Прекрасно, спасибо. И акции на мотанцов. Давайте эту ситуацию решим. По поводу, являетесь ли только какой-то свой, или аргумент для учения данных, естественно. Вот так высокий, я вам в этом смело задаю. Вот это, то есть, хорошо. И историк. Вам есть обеспеченные эксперты. Второе. Вторая рекомендация. Вторая рекомендация. Учитывать историю данных. И ее мемориальную расположенную ценность. То есть, если дом, который может быть вам ответить качественным тезиском, то, как правило, бывший А. Если он будет построен в первой половине 19 века, то это не только не заслуживает цену, но вообще надо стеклянный купол посадить. Потому что у нас в Востоке вообще нету зданий, в конце 18 века. Первая половина 15 века. Если дом действительно, а его посчитаем ценным, то он просто лишился. Просто может быть единственного. Или двух-трех единственных, которые все очень наслаждены. То есть, в данном случае, какой-то год, поскольку может быть единственным ритериям. Для того, чтобы это не было лучше. Хорошо. Вы откажите эти адреса. И напишите в отношении каких адресов. У вас в ритерии исключительно от расстройки. Каких действительно есть исторических ценностей. С точки зрения выдающихся людей, выдающихся событий и так далее. А в деле это действительно есть архитектурная, положительная ценность. Я уверена, что у коллеги, как профессионалы, оценят и дадут вам чёрткую обратную связь по этому поводу. А я тогда прошу, что я спрашиваю. Можно единственное. Я хочу пояснить какие моменты. Анна Вячеславовна, к вам. У нас неисторическое поселение на данный момент. Мы потеряли этот статус в начале 2000-х, к сожалению. Когда очень сильно аспирировался этот список во всей стране. Мы сейчас делаем проект, объединённые зоны охраны. И так называемые цифровые исторические ценные транспормирующие объекты. И являются предметом охраны в историческом поселении. Не только. Не только. Не только. Не только. Не только. Не только. А то, о чём вы говорите, это можно сделать заявку и сделать его объект на культурную машину. У нас другие критерии. У нас другой принцип работы. Другой, естественно, набор этих ценных объектов. Основные цифровые темы. Еще раз. Для понимания. Анна Вячеславовна. Вы делали запрос, в чём все понимали до конца, как будет развиваться событие. Коллеги сделали проект, который будет дорабатываться. Они многие аргументы услышали. Этот проект в любом случае пройдёт в историю муниципальной института. И теми самыми адекватными институтами, которые уже пришли в Львове, потому что мы пошли и достопили свои рекомендации. Следующая стадия после положительной этой экспертизы – это Миркульт Российской Федерации. Как вы понимаете, позиция Миркульта будет в довольно определяющей уровне. Поэтому коллеги заранее написали в Министерство культуры вопросы по поводу исторических ценных объектов. Церкви города-фермирующих. Можем ли мы в нашем документе использовать эту терминологию и получаем достаточного дня на день? Нет. Вопрос в том другой. Можем ли мы использовать эту терминологию в зонах регулирования застройки? Об этом шла речь. И получили вполне резонный вопрос, что зонах регулирования застройки – термин такой исторических ценных городов-фермирующих – используется только в историческом расселении. Вот и все. В августе я написал письмо, которое официально отправил вам и отдал лично и в комитет отправили, где мы написали по вызову отректировать цели проекта корректировки, чтобы конфигурацию операционной расширить и включить туда все ценные исторические церкви. Все. Просто охватить эти все объекты и не нужно было тогда переименовывать ничего. Поэтому вся эта тема, связанная с переименованием, крутится вокруг изменения конфигурации охранной зоны, которая у нас сейчас странным образом идет только над тротуаром и дорогами, которые так охраняются. Потому что это линейные объекты. Там и так строить ничего нельзя. Но разработчики выбрали летущее. Выбрали такой путь. Мы охраняем дороги и дороги. А сам смысл охраны зоны, когда охраняет территорию рядом слева, справа сзади, есть соотношение открытых и закрытых пространств. Вот она цель охраны зоны. И это написано на территориальном законе, где тоже есть право восстановления. И этот принцип, к сожалению, не используется в полной мере. Об этом идет речь. Что когда сейчас зона регулирования застройки просто так точечками указали сейчас эти наши объекты, то, конечно, это зона регулирования застройки. Понимаете? Что само назначение охранных зон, а не не охранные зоны, оно как раз в том, чтобы охранять снос, в том числе и аллорийные. А мы сейчас помещаем 400 и 200 предыдущих фактически, меняя их название, под удары. Понимаете? Те, которые зона регулирования застройки вообще обречены. Я сказал, что у нас практически все, они аварийные, только в разной степени. Как у нас признают аварийным, он все прекрасно знает. То есть это вообще процедура не прозрачная никак. То есть мы пытаемся отстаривать сейчас признание аварийности, и у нас ничего не получается. Потому что у нас это влиятельные люди, у которых есть планы на этих участках. И у нас могут снести просто здание, которое на выявлении, все наши критики. Через 3 дня после принятия заведения его снести. 90 дней он должен был быть неприкосновенным. Немного других не могут превратиться в случаи. Понимаете? Поэтому сносить исторические цели, когда терморующие, я считаю, можно допустить только в случае их утра. Тогда можно назвать по-любому, если вы не сносите. То есть сносить в случае утра? Если вы не сносите. Сносить и восстанавливать. То это, ну то есть сносить с проследующим восстановлениям, нужно разрешить только в случае утра. Если он утрачен, что мы спросим? Сейчас прописано, что разрешается снос исторических целей, да? Объектов. Там есть иначе. Если вы не готовы на почтенную конкурсию, то вы не можете сносить. Я вам разрешу. Я вам разрешу сейчас. Я вам разрешу сейчас. Я вам разрешу постепенно. Вы знаете, но припасковый закон. И мы испорили, да? Давайте прочитаем. Мы сейчас, в текущем варианте. Разрешается разборка, снос или демонтаж ценного объекта историко-газоскоридной среды в случае признания его в аварийном состоянии, в котором установлено в соответствии с требования действующих ароматированных документах. и технических регламентов. Во следующем, воссоздание первоначальных габаритов и архитектурно-стелечистических приемов, оформление фасадов, декоративных элементов фасадов, конфигурации крыш, количество, размеры, концентрация гонных данных проемов, заполнение гонных проемов, параметры, посрепление на дату постройки объекта и применение в осреплении светлопрозрачного стекла включают все эти альматики. Основная моя претензия к пункту, которая касается разборка и снос, демонтаж ценного петля строительства и строительства на свете. Этого не было рекламен, как в одном слове на свете. Вообще, как классно, понимаете, сносить с последующим воссозданием нельзя, потому что федер поставит на дуаг в сотни аварийных исторических знаний. Вот отрывом я вам говорю, что этот подход, этот отвод, может просто угородить все эти дома сгонного и застроить. Уберите это в то, что добавили, верните как было в наш дом и наследие. Этого в замечаниях не было, понимаете? В замечаниях к этому проекту изменения названий и возможность сносить их во временном состоянии не было. Откуда он появится в очей инициативе? Это большой вопрос. Зачем вводить в возможность это, если это может привести к абсолютно непреконтролируемым возможностям? Отличные издания не имеют статуса объекта культурного наследия. Как вы понимаете, есть много разных инструментов. Вы хотите на один инструмент, зон охраны, навесить все возможное и невозможное. Если вы считаете, что какие-то из тех объектов целых, которые там может быть 18, 17, 16, так не важно какие, где там жили какие-то великие люди заслужили стартовать за самим местным силам никогда в жизни. Тогда нужно дать заинтересован на храм памятника, сделать это объекту культурного наследия, и все. Этот, как говорится, статус не снесется, тем объектом не снесется. Не случится. Не нужно забывать, что это объект как строительство, что может происходить в юридической плоскости все что угодно. Мы ограничили сейчас вообще возможности застройщикам, и написали, у нас самое главное, зло макокрами, это сформить массати в застройки. Массати в застройки. То, чем мы, собственно, и занимаемся. Это цель, это работа. И это прописано в регламентах. Тут другого, как говорится, просто не может. И других регламентов в данной части писаться не будет. Я не говорю только. Я с вами просто согласен. Я просто подчеркиваю вам, что в предыдущем проекте донского наследия в Акране зло не объединенное вот что было написано. Напускается снос, демонтаж, редких и малоценных сооружений, а также объектов капитального строительства, аварийное состояние, которое постановлено в соответствии с требованиями действующих продуктивных документов. Снос, демонтаж редких и малоценных сооружений. А вы туда добавили еще исторические цели и градоцермирующие. Вы понимаете разницу? Вот, Андрей Павлеевич, что в районах решалось только снос малоценных капитальных знаний. А вы туда еще возможность добавили сносить цель фрук а у нас и по предыдущим и шеструк невозможно. Это проект культурного наследия и это капитальные здания, не обладающие статусом объекта культурного наследия. А у нас 972-ое восстановление требования регламентов в охранной зоне. Вы, 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 вы не слушаете требования регламентов требования регламентов требования разработки охранных зон написано, как в охранной зоне сохраняются все исторические цели и градоцермирующие объекты. Это восстановление не связано с вторичным поселением никак. А вы не поймете, что если то, что это что это анна Вячеславовна, можно проверить несколько вопросов. Вот то количество сейчас недостаточно объектов, которые есть в проект возможно Возможны лечения, если коллеги предоставят ткань и аргументируют, и вы как-то следует согласитесь. Да, возможно. То есть какие... Это может случиться на конкретные места, то есть не просто нас вообще перебивать по городу, но это же... Такие приглашения мы рассмотрим. Можем рассмотреть. Да. Тогда у меня следующий вопрос. Списка моей нет, это как бы вопрос открытый. Следующий вопрос. Мы первую точку ставим. Предложение с конкретными адресами и аргументацией принимаются. В течение двух дней. Вот так, у вас один человек. На эту у нас с вами есть два дня. Я считаю, что это некорректно ставить качество проекта в зависимости от скорости. Тем более, что и сроки мастер-буд, и сроки устанавливал заказчик. В данном случае на вскоре наследия. Поэтому для того, чтобы получить творчественный проект, который будет действовать у нас десятилетия, сейчас устраивать группу, которая устроена непонятная задача, не совсем корректно. Когда мы вас слушали, я всего два раза сказал, и из этих двух раз я не пытаюсь сказать, как он и сам начальник. Значит, мы можем сколько угодно игровать условия подрядчику, мы сколько угодно можем кликовать условия заказчику. У нас есть федеральный законодорога и конкурса, который обязывает выполнять всех условиях конкурсной документации. И если мы сейчас будем это нарушать, то, во-первых, этого проекта не будет ни проповеди, ни как заповеди. Потому что, второй раз, для игровать на это, на тот самый, не будет некорректно. А во-вторых, это будет уже долгодорная ответственность по отношению заказчика и подрядчика. Поэтому все наши разговоры, мы еще раз возвращаемся к тому, что вы должны говорить, да нет, вы сроки, если уж есть какие-то дополнительные замечания, и тем более, формация, которая у вас должна, значит, вы должны вкладываться в срок. Вот срок на то, что вы представили сейчас те предложения по домам, что вы должны выйти скисать всеми от прокурорщиками. Значит, у нас на это все есть два дня, потому что потом им нужно решать это все отработать, выработать, исправить, а потом идти на экскуртизм. И эксперты должны это открыть, а это тоже обязательное дело, у меня это тоже есть, инфицированный срок. Поэтому я не говорю о том, что у нас все есть два дня. Пасекуничка, у вас собирает предложение, кто еще подходит? Значит, все предложения. Лично ко мне, и в комитете, скажем, что, как угодно, скажем, в любом виде, в любых нормах. Можно для меня? Анна Рячеславовна, для меня, пожалуйста, разъясните. Вот исторический ценный объект, как мы их называем сейчас, который по градостроительному объекту, на присвоение этого статуса будете ли вы рассматривать здание, расположенное внутри дворов? Ну, мы можем посмотреть, в принципе, в этом ограничении как бы таковых нету? Нету. Так. А можем ли мы рассматривать на этот статус здания, когда в ближайшем окружении нету объектов культурного наследия? В виртуальной видимости ни с одной стороны нету, у них тоже у нас есть. Ну, мы через такие здания брали, хотя это не совсем правильно. Да, в дальнейшем это не совсем правильно, тем не менее, мы... У нас по сути сейчас... Мы сейчас оказывались, тоже рассматривали. Все, я поняла. У нас по сути нет сейчас никаких ограничений с точки зрения расположения в тех предложениях, которые мы вам можем направлять. Ну, потому что... У нас есть объекты, да, не выявленные, не объекты, обладающие признаками. Потому что у меня есть разумение, что то, что нам показывали на слайдах, это именно из сети у этих объектов. Так, тогда вопрос, где мы можем найти список объектов, обладающих признаками? Ну, выявленные есть в вашем документе. Да. А в признаками где? Вот в этом ведь есть. Ну, у нас есть так, у нас нет такого списка. Ну, тогда вам придется получать все здания, и уже на основе того, что они есть в списке, обладающих признаками, откат. Давайте тогда так. Все. Еще раз, Елена Владимировна, я прошу вас до конца нашего предприятия определиться, какой все-таки точка входа по этим предложениям. Куда и как рисовать эти предложения, хорошо? И что они там в смысле решают? Можно я еще один комментарий к этому дам? Значит, у нас было очень много вопросов по адресам. Ну, и путаницы по адресам. Значит, для того, чтобы это было эффективно и прям быстро, то, как лицо, нужно 100 грамм чай. Ну, и что мы могли идти в СССР. А зачем речь идет? Что мы опять не копались, не искали, где это конкретное здание, как оно будет. Сомневались, потому что на блоке ледерации было очень много путаниц. Ну, и, наверное, если мы там помимо адреса, можно присылать и ссылку на Google Maps или Янтекс. Чтобы точно уже понимать. Какой адрес? Какой адрес? Какой адрес? Хорошо. Какой адрес? Да. Я прошу с уроком приема. Правильно вы говорите? Понимаю, что еще будет этап общественного приема. Какой адрес? Какой адрес? Проект? Или нет? Я прошу прощения. Давайте один этот вопрос. то есть если процедура общественных обсуждений еще будут по результатам уже по этой информатике предложить почему нельзя было на сессии следующая процедура юридическая будет уже то есть мы передадим в свой проект заказчику корректированный месяц а там стоит какой-то спиртиль заказчик будет передаст это кулсором кулсором разместить на сайте на сайте будет видеться и это будет не можно считать когда там сейчас мы услышим то и да да будут как раз регламенты будут новая система вот как и все в общем никаких проблем да 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 так вот на самом деле вот наверно с ними вопросы которые предпринимали ранее уступающие какая ситуация у нас в проекте объединенные зоны прикажут, что не ходят на армию, не смотрят, не фотографируют проекте объединенные зоны как он называется объединенные зоны что он предполагает объединенные зоны присутствуют особые контуры и делают все соединенные вот но у этого конечно будет 50 процентов тех кто за потому что им нравится после этого нехорошо что следили там с его документом будет 50 процентов кто против потому что не посмотрели на какую-то ситуацию и не увыграли собор наши не увыграли трактор юного зрителя например то есть те зоны которые уже разработаны на сегодняшний день которые утверждены постановлениями губернатора Ростовской области которые также прошли сфере кризиса в различных культурных сферных организациях всегда будет какая-то индивидуальность всегда будет какая-то индивидуальность она лучше чем что-то усредненное особенно в отношении каких-то запов территории и так далее вот в связи с так вот предположением включить те зоны которые как минимум утверждены на сегодняшний день постановлениями губернатора те зоны которые разработаны уже причем как охранные зоны так и зоны регулированные застройки для расположенных территорий потому что это отвечает и вопрос охраны и этого объекта и в то же время дело это все индивидуально то может пожалуйста означает ли это что мы должны поднять условные рекламенты это сейчас 34 объекты культурного последствия для которых объединенная зона делает высотность ниже пока я сидел сейчас слушал в том числе про 19 про 2 дня родилось такое предложение на самом деле может быть и не обязательно их включать там и вносить фред а просто прописать три строки что проекты охранные зоны века бутурного наследия установлены по это невозможно не могут действовать одновременно два документа с точки зрения юридической практики это невозможно мы объединенная зона охраны именно для того и делается чтобы у нас появились понятные сосредоточенные в одном документе правила для всех участников этого процесса не учесть какие-то нормы возможно нет как юрист согласился на самом деле тот же пример у нас нет правиль землепользованные застройки которые устанавливают правила для определенных территорий но эти правила изменяются постановлением губернатора устанавливающего охраны зоны зоны регулированной застройки вы путаете да действительно самый высший а зона х то есть на ее то есть нет я не про ОСССР сейчас говорю про два постановления губернатора да естественно постановление губернатора выше факусом чем другое постановление губернатора речь от двух постановлений губернатора однозначно так не смотри сам раз то есть следующее отменяют предложение на обыжку видеопроизложений там есть три организации которые указаны высот 25 26 метров до 30 посетей значит блокалка там высота значит порядка 25 метров а в остиненной зоне сейчас у нас 12 метров вопрос дорогие знаки вот когда мы утверждим именно зон будет действовать только 12 метров для всех и подвесные соответствующие изменения и в КЗЗ 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 и в КЗЗЗ и в КЗЗЗ и в КЗЗЗ прописать что значит можно регламентироваться точнее руководством своей деятельности двумя видами высот мы на каком основе все и на 12 и на 25 поэтому это невозможно будет принято единая объединенная зона совсем это то есть и постановления губернатора которые были приняты в КЗЗ все постановления правительства живого распоряжения губернатора которые после этого будут ходить в категорике комнатам в том числе и собор в том числе и театры в том числе все ранее действующие локальные в том числе нет просто получается выхода нет в том числе у нас возле забора 18 метров нет подожди давайте это не окончательная высотность коллеги пожалуйста Анна Вячеславовна мой можно я точку эту дискуссию поставлю невозможно и неправильно будет учесть сейчас в этом документе все ранее разработанные локальные звуки коллеги приводили привет они проанализировали порядка 100 локальных зон и увидели что в 34 случаях действия предложенные в проекте регламентные условности более жесткие чем установлены в локальных зонах если в 60 примерах наоборот в локальных зонах установлены более жесткие если мы пойдем по пути предлагаем вам все перевести рекламенты из локалов то у нас поползут вверх в 39 испармализированных случаев и в 60 но только испармализированных у нас в локалов прохловано я не ошибаюсь 306 на этой территории или нет или 306 надо нет 306 разработанных соответственно если мы сейчас попробуем интегрировать у нас с вами будет там винекрет поэтому самое разумное это по принципиально перечисленным уже коллегами объектам пересмотреть рекламенты в предложенном проекте и не тащить из всех локалов рекламенты в объединенную форму просто потому что мы с вами хорошо понимаем что очень часто с заказчиками локальной золдахрама выступали конкретные застройщики и заказывали они ее под свои интересы и эксперт вот здесь видел а вот здесь не видел здесь у него открывался вид который нужно на УВМ а здесь вроде как сорды к жизни мешают и даже известно кто делал я не знаю я не делал и не хотел исторических поэтому это вредная история что нужно перетащить все локалы в объединенную правильная история по принципиальным объектам сейчас пересмотреть конкретно в предложенном проекте конкретные решения и конкретные рекламенты я уверена что коллеги из-за графа услышали принципиальные объекты если нет то у нас есть еще два дня и правильно все так и есть и мы собираемся работать и возможно еще вот 4 зоны не 3 а 4 вот интересно что первый вариант это было 6 8 и 12 это это было точно не 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 Продолжение следует... 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 И клуб прогнозовался, и кто пробит. И они еще 23 эспектов, которые даже несли какие-то, какие-то расходы. Вот мы думаем, когда делалось в 2006 году, я говорю, у кого есть? Они пригласили себе на свой продряд солнечный, мастерскую солнечную. И вы прекрасны, не сняв, и все это сделали. Все, что на связи с ней не случилось. Мы здесь тоже, что реалисты у нас употребляет. Это свой наследник. Это свой наследник. Потом, вот сейчас, вот правильно сказал Маклубежа, что если обреклада общественникам, с какой-то вопроса, теперь давайте возникнуть за акварный зуб. И эта девочка, которая сказала, почему мы общественники должны взять операцию? У нас не с лицензией. Вот именно. Они всеми сказали, что мы даже свои камеры не сможем взять. Да это с лицензией надо какую-то. Почему все это говорят? Что не важно. То, что я предполагал и говорил через Маклубежа, и просил на стропчане. Причем там же были не только рядные знакомых насадков, а этот элипро ездит с минерсированным, и он уже не у вас организаций является. Возначале, в седьмом день заканчивается. Возвращая документация висела на драках. Значит, заходов на саму площадку – То есть к этой информации не рисовывается. Есть только десятка организаций. Но ни одна ростовская не вышла, не взяла на себя ответственность за другим проектом. Я прекрасно понимаю, что и Александр Владимирович, и он работает в другой компании, и другие компании есть. Но почему-то никто за свои, никто за случай. А теперь мы сидим, переживая, что они плохо работают. Почему мы не взялись сами и не выполнили это? Теперь мы говорим, возьмите нам от суд отряд, кого я заполучал. А справа никакие. Мы же сами не захотели взяться. Вот теперь мы сидим и не упрекаем людей за то, что они везде есть, то, что мы не смогли сделать. А вот говори на другую. В шестом году пригласили. И как? Пожалуйста, если нет ответного предложения, есть, да, еще какое-то? А вот про дворовые литеры. То есть у нас есть дом, который является исторически ценным. Вы его назвали. А по этому адресу у нас четыре дома. Мы все четыре дома считаем исторически ценными. Потому что в документе, который сделали авторы, не написано, какой из них ценный. Литер вы имеете в виду? Конечно. Они пишут, улица, дом. Литер не пишут. Анна Вячеславовна, ответите, пожалуйста, если у нас есть... Значит, все литеры читают. Значит, все литеры читают. Вот. Ну и еще одно такое замечание по поводу... Вот вы мне говорили, там, история здания. Я им посылал предложение включить в исторически ценный сезон номер один. И, между прочим, снаружи дом двадцатый век, а внутри дом девятнадцатый век. И одно из самых старых зданий. Ну, как бы... Вот. Я надеюсь, включат. А внутри здание девятнадцатого века. Посмотрите, что внутри у нас задача... Там история здания сама собой и та, которая двадцатого века, и та, которая внутри. Это особенное здание просто. Если в СИН, допустим, захочешь его снести и построить другое, это будет утрата. А еще подвал СИН. Коллеги, если мы с вами быстро залезть по поводу... И каких предложений у нас больше нет, то, позвольте, я подведу небольшие... Последние. Последние. Коротко. Нюансы есть в том, что... Глода назад, что в годовом проекте «Пословное название», было написано многостраничное замечание, где большую часть унициальных замечаний, оно оставалось актуальным и сейчас. И список, и с полтора тысяч почти, и с ВКО, было передано больше года назад комитет. И там был телефон антрактный. И меня, в основном, не забыла удивлять, что даже раньше мне встал вопрос, что там были вопросы с адреса. Практически, получается, с декабря, или два федерального марта, или маят, или июнь. Шесть месяцев вы, мои глаза, не знали, что у разработчика, который, я считаю, вполне корректно, не оборудоваться. Есть вопросы. Один в зоне он был. Все решил, и не пришлось, где сейчас два дня устраивать ребенку, который делает по ним работу. То есть, почему через месяц мы не знали, как можно разработчика из злобозок в определенном официальном миллионитре. Вот это и не совсем мог понять. То есть, все на брак, любые, все обязаны. Эту реприку я, наверное, раз десять прочитала в комментариях моих. Ну, не все читают вашу гарантию. Я понимаю. Вы их хотите, для всех остальных. Да, поясните, но мы уже общаемся. Вопрос о том, что люди, которые еще работают. Вот поверьте, я тоже еще работаю, и это не моя работа. Вот я тоже занимаюсь это, потому что мне не безразлично. Мне хочется, чтобы наконец появился документ, который для нас, для всех, станет определяющим, и мы перестанем владеть эти локальные зоны и пользоваться пробелами в законодательстве, и строить жуткие высотки там, где, ну, даже в ныне, неприлично. Поэтому я в этом процессе. Но работа у нас у всех хватает. И сегодня, подводя итоги, давайте, что главное, мы должны для себя все понять, что мы сейчас обсуждаем документ, который вынесен на корректировку по сравнению с прошлым документом. Этот документ, по сравнению с прошлым, отличает, как минимум, три параметра. Первый. В нем в целом снижена этажность во всех зонах по сравнению с предыдущим документом. И это факт. Второе. В нем значительно выросло количество объектов дружинного наследия. И здесь я хочу поблагодарить отдельно коллег из моего фасада и всех тех, кто участвовал в работе комиссии по аварийным МКД в центре города. Потому что, благодаря работе этой комиссии у нас пополнился список объектов дружинного наследия, в том числе и выявленных. И сейчас у нас в этой зоне уже 506. И третье. У нас значительно выросло число исторических цен. Три параметра. Вот это данность, которая точно есть. Поэтому сказать, что документ, который мы видим сегодня, абсолютно не отвечает заявленному изначально на претензии, частично неверно. В нем есть что по-прежнему корректировать. Но у нас с вами коллеги на этом не очень много времени. А именно у нас с вами есть два дня. И эти два дня нам желательно посвятить нескольких вещах. Первое. Это те самые установленные локальные зоны по принципиальным и всем их знаем объектам, которые сейчас более жесткие, нежели предлагаемых проект. Соответственно направится к разработчикам предложение по учебе в параметрах из локальных зоны. Второе. Невосслуженно потерянные, забытые и непроанализированные здания, которые заслушивают статус исторический ценный объект. Тоже направляем, указываем адрес, желательно географию, фотографию и вашу аргументацию. Это значительно ускорит процесс принятия решений. Разработчики готовы идти на расширение этого рейта. Третье. Это в целом доступные регламенты. Мы уже услышали, что там будет внутри работать 4 месяца. И в принципе из того, что я услышала в Океан. Здесь оно предлагает и предполагается и снижение в зонах, заявленной в этом проекте даже. Если это все на сегодняшний день, то тогда мы расходимся и в силу своих возможностей продолжаем, я скажу, в революционных возможностях, продолжаем работу над этим документом. И если я верно понимаю, Иван Владимирович, 19-го примерно июня мы увидим обновленную версию. Я очень надеюсь, что большинство из прозвучавших здесь предложений в этой версии будет учнено. И последняя ремарка. Мне помимо комментариев под посток, которые не все, кстати, читают, потому что там меня злодеи по вас посчитают, еще и пишут в личку. Так вот, в личку мне приходит в основном предложение убрать из 300 ценных объектов чьи-то здания. И всех этих людей я тоже направляю к разработчикам. Поэтому вы должны понимать, что разработчик сейчас получил огромное количество очень разносторонне направленных предложений. И последнее слово все-таки будет за ним. А нам всем спасибо за заинтересованность в сохранении наследия исторического развития. Попытки найти баланс еще и с развитиями. Пожелание можно на будущее? Подобные мероприятия устраивать не в конце, когда два дня осталось и все временем, а в начале. За шесть месяцев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...